сильные новости собрали истории белорусок у которых сложные отношения со вторыми половинками и финансами беларуси стало совсем грустно с разводами а сильные новости побывали на празднике весны 8 апреля на календаре в студии сильных новостей алексей шкуров вы смотрите вечерний выпуск подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии я сама тяну семью против муж обеспечивает она мне быты дети истории белорусок у которых сложные отношения со вторыми половинками и финансами героини статьи сильных новостей попали в полярные ситуации у одной муж занимается хозяйством и воспитанием ребенка она материально тянет всю семью а второй супруг полностью перекрывает все ее расходы запрещает работать так как считают что она должна заниматься собой детьми и домом но в обоих случаях девушки хотели бы своей жизни что-то поменять читайте материал сильных новостей ссылку на него мы оставим в первом комментарии под этим видео под гомелем появится самое большое кладбище в беларуси на общественном обсуждении вынесли строительство второго кладбища возле деревни стукачевка обсуждение продлится до 29 апреля стукачевское кладбище планирует существенно расширить согласно документам общая площадь участка под новое кладбище составляет 150 гектаров площадь существующих 44 гектара это значит что после реализации проекта стукачевское кладбище станет самым большим в беларуси на сегодняшний день самым большим кладбищем беларуси является северное кладбище в минске здесь на территории 82 гектара похоронено более 100 тысяч человек на первом втором и третьем этапах строительства планируется благоустройство территории для традиционных захоронений но главным моментом в новом проекте является строительство крематория и колумбария место для сохранения урн с прахом на сегодняшний день единственный в стране крематорий действует на том же северном кладбище в минске он был построен еще в 1986 на гомельщине трагедии закончилась нелегальная заготовка металлолома подростками на 15-летнего парня рухнула кирпичная стена несчастный случай произошел вчера в деревне хоромцы октябрьского района двое местных подростков отправились в заброшенное здание зерно склада двоюродные братья при помощи молотка и монтировки пытались разбить кирпичную кладку стены чтобы достать из нее в монтированной металлическую рельсу ветхая стена от удара упала и завалил обломками 15-летнего парня второе спел отскочить сторону и побежал домой за помощью взрослые вызвали экстренные службы и бросились разбирать завал однако спасти подростка не смогли в беларуси стало совсем грустно с разводами судите сами 56 тысяч пар белорусов поженились в прошлом году по данным милстата 2023 было 34 тысячи разводов выходит что 60 процентов браков заканчиваются разводами как-то многовато что касается возраста первого брака то девушки выходят замуж в 26 с половиной лет а у парней этот возраст составляет без малого 29 лет легендарные чьи принцесса канди и гита запретили продавать беларуси им как сообщают эпидемиологи в образцах черного чая принцесса канди и гита была найдена плесень с превышением допустимой нормы теперь эта продукция не должна быть на прилавках белорусских магазинов беларуси владельцы гостиниц или арендодатели должны сообщать милицию если к ним поселятся иностранцы противном случае можно нарваться на штраф сообщать вам в д эту информацию нужно очень оперативно в течение трех часов после заселения гражданина другой страны противном случае владельцев жилья штрафует на сумму до 20 базовых величин а это на минуточку 800 рублей аншлаг вязенки белорусы громко отметили праздник весны воскресенье сильные новости посетили литературный музей янки купалы где прошел весенний праздник делимся с вами самыми яркими атмосферными моментами мероприятие собрало действительно большое количество гостей некоторые даже приехали из дальних уголков страны собрались семьи с маленькими детьми подростками и пожилыми на фестивале можно было услышать традиционные весенние песни и увидеть обряды приятного просмотра масштабах это все же а не это а а а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok До завтра!